Когда мы заселялись, говорили, что автобус будет ходить, но до сих пор третий год живем, автобусы не ходят. Новый микрорайон на проспекте Гагарина под названием Оренбуржье возводится уже не первый год. За это время квартиры в этих домах купили и заселились около двух тысяч человек. А поскольку свой автомобиль есть далеко не у всех, то людям приходится пешком идти до ближайшей остановки. Как правило, это остановка мира на Гагарина. Все автобусы могут спокойно здесь ходить. Почему? Потому что я знаю, 10 лет за рулем, и здесь очень удобно ходить автобусом. Просто сначала не было санок, и поэтому 53-й автобус, он просто пролетал мимо. Люди не знали, где он останавливается, и поэтому вот такие были. Он несколько дней проходил здесь, и все, на этом закончилось. Ходить пешком, конечно, полезно, но только в хорошую погоду. А поскольку рядом с жилым комплексом степь, то зимние ветра здесь особенно холодные, и пешеходы, идя по тротуару, чувствуют себя, как в сквозной трубе. К тому же идти, по словам жильцов, до ближайшей остановки почти километр. Пешком идешь с остановки до сюда. Ветер, холодно. 53-й автобус пустили, а потом убрали. Не сказали, почему убрали? Нет, не знаю. Нужен автобус, нужен обязательно. Дети мои, очень много маленьких детей, здесь нужен автобус. Спустя два с половиной года после возведения первых жилых домов пассажирский транспорт все же направили и в эту сторону. Правда, ходил он здесь недолго. 53-й автобус забирал жильцов из этих домов всего две недели. Сказали, что дорога не предусматривает движение автотранспорта, то есть заужены места. То есть оно не предусмотрено для крупногабаритных автобусов, и, как говорится, так как не позволяет проезжей части. Типа не разъедутся по встречной части? Не разъедутся по встречной части, да. Есть моменты, где под теплотрассой нет возможности проезда двух встречных автомобилей. Теперь о том, что когда-то людей развозили на работу и в школу от самого дома, напоминают только эти остановки, на которые общественный транспорт придет еще не скоро. Так что у жильцов, похоже, ситуация пока безвыходная, ведь, как говорят чиновники, надо ждать окончания дорожного строительства по расширению и обустройству проезжей части. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время.